Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Сейчас я включу в трансляцию в Телеграме. Очень советую слушать в Телеграме, потому что в Телеграме я вам скажу, в Телеграме есть новые возможности, того, чего у нас не было. Можно записывать хорошо. Сейчас будет начать запись. Записывайте сразу после урока. Появляется тогда глава Лех-Леха. Сразу в аудиоформате появляется запись. День третий сегодня. День третий. Все. Пошла запись. Пошла трансляция. И видно, слышно поделиться. Все. Очень жду вас одновременно и в Телеграме. Почему-то мне очень странно, как работает Телеграм. Сейчас видно или не видно? Началась трансляция. Да. Я думаю, что видно. Подключиться. Да. Видно же вам или не видно? Раз. Видео. Поделиться. Все. Видно. Хорошо, дорогие друзья. Мы начинаем урок. Продолжаем изучать глава Лех-Леха. Очень прямо принципиально важная глава, в которой мы дошли уже до третьего дня. И в третий день сегодня главы мы изучаем такой вопрос. Значит, такой вопрос мы изучаем. Как известно, Бог сказал Авраму, иди себе. Лех-Леха. Иди себе. Мер цеха. Из земли твоей, из города твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе покажу. И будет у тебя благословение, все у тебя будет хорошо. Теперь, значит, и это было испытание для Аврама. Возникает сразу первый вопрос. Почему это было испытание? Если Бог обещает, например, мне Бог сейчас лично сказал, Искак. Иди себе из страны твоей, из города твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Я эту землю отдам твоему потомству. Будет народ из тебя, и будет у тебя все хорошо. Я бы пошел бы. А до этого еще надо помнить, что Аврама, он был бесплодный. У него не было детей. То есть ему было 75 лет в этот момент, когда ему Бог сказал. И ну, наверное, почему же тогда это считается для него испытанием? Большим испытанием. Да, вот это вопрос, очень большой вопрос, почему это является для него испытанием? То, что он туда пошел. Значит, мы оставим сейчас этот вопрос, есть на него ответ. В сегодняшнем отрывке написано так. Вегам лилот олехет ам. Мы знаем, что он пошел в землю Израиля. Бог ему все это обещал. Это очень интересно, да? Бог ему все это обещал. И он заходит в землю Израиля. И что он находит? Вместо детей, вместо богатства, вместо признания и славы, все над ним смеются. Говорят, о, вот это тебе Бог обещал. Голод. Есть нечего. Они говорят, вот это тебе Бог обещал детей. Вот вообще, как ты веришь вообще этим всем сказкам? Посмотри, какие у тебя дети. Ты вообще старик уже. Жена Сара тоже уже немолодая. И еще голод. И Авраам, значит, он спускается в Едипет. И известно, что когда он шел в Едипет, он останавливался на стоянках. Есть один такой мидраж, что он останавливался, на такие были постоялые дворы. И у него даже не было заплатить. Он просил в долг, чтобы ему дали. Обещал деньги отдать. То есть у него было очень тяжелое материальное положение. Когда он шел в Едипет. И тут он возвращается из Едипта через какое-то время. Проходит по тем же самым стоянкам, по которым он шел. Но он уже очень богатый. И вот сегодня мы читаем. Вегамли лот аулехет Авраам. И также для лота, который шел с Авраамом, было у него тоже скот и большие там стада и шатры. То есть он тоже разбогател. Вело на сау там арец ла шевет ягдав. И не несла их земля быть вместе. Почему? Потому что было у них большое имущество и не могли они сидеть вместе. Вот тут очень интересно. И дальше следующий отрывок. Вае ириф. И была ссора между пастухами стада Авраама и между пастухами стад Лота в Акнаани в Апризи ази в шеф-барец. А Акнаани и Апризи тогда сидели на земле. То есть населяли землю тогда племена вот этих вот идолопоклонников Кнанецов и Призейцев. И значит то, что нам Тор об этом сообщает это все для того, чтобы в этом тексте зашифрованы очень важные вещи. Первое, что зашифровано надо понять почему Лот пошел с Авраамом. Написано Лот пошел с Авраамом когда Авраам уходил он с ним вместе пошел. Значит, что это значит? Тут надо понять зачем пошел Авраам и зачем пошел Лот и вообще зачем люди ходят по жизни. Значит, Бог сказал Аврааму лех-леха, иди себе. А Лот что сделал? Он пошел с Авраамом но он, Лот, остался, знаете, как есть что ну человек говорит, например я там приехал переехал из Жмеринки в Москву. А кто-то ему говорит знаешь, ты физически в Москву переехал но Жмеринка переехала с тобой. Ты там ментально ты в Жмеринке. Так вот вот было главное испытание Авраама в этом лех-леха иди себе было в том, что Бог ему сказал лех, иди физически и иди к себе ментально то есть оставь все что ты в жизни знал обычаи страны обычаи города обычаи дома отца вот это было испытание это было испытание полностью отстегнуться от вот этих вот ментальных ментальных схем в которых человек живет и он себя кроме этих схем никак не видит не отождествляет то есть каждый из нас живет в каких-то своих старых представлениях говорим на том языке на котором нас научили говорить когда-то едим ту же еду которую едим с детства смотрим те же знаете как это очень можно проследить вот люди приезжают некоторые в Израиль и они все равно не в Израиле они там а кто-то приезжает в Израиль и он приехал в Израиль то есть он и физически приехал и головой приехал да а есть которые вот здесь живут смотрят там старое телевидение читают старые новости и наоборот я например 10 лет работал в Украине но я каждый день я смотрел израильские новости меня спрашивали там ну другие астралитяне зачем тебе это ты же живешь здесь я говорю нет я живу в Израиле здесь я работаю то есть я все время был как головой в Израиле теперь пришел значит лот он пошел с Авраамом физически он пошел с Авраамом но лот остался лотом ментально и вот когда они разбогатели то в этот момент проявилось у каждого проявилось то что в нем было заложено в виде корня богатство это как энергия оно усиливает все что в человеке есть все его качества и у Авраама это усилило его хэсет милосердие гостеприимство он еще больше он ходил рассказывал про Бога построил там шатер что было 4 входа то есть у Авраама то что Всевышний дал ему деньги оно усилило его качество а у него было одно качество хэсет милосердие и желание распространять знания о Боге а вот у лота усилило наоборот все его старые качества которые в нем были всякие нехорошие корни которые в нем были и все это выразилось в споры и конфликты как говорил Шлома Амелых он говорил так что значит ненависть она пробуждает суды и все даже преступления покрывают любовь то есть вот когда мы смотрим на конфликты между тем-то и тем-то то конфликт по факту это не причина ненависти наоборот конфликт это следствие ненависти то есть если есть сердце ненависть тогда находится повод для конфликта если в сердце есть любовь тогда она покрывает все там ошибки понятно да идея это очень важно вот они начали ссориться это значит что в сердце как пишет Малбим они отдалились друг от друга у них пошли у них расхождения Лот он ему было чуть-чуть тяжеловато вот эта вот вся Авраам религиозная жизнь и он значит и сказал Авраам Лоту он это почувствовал Авраам и говорит пусть не будет между нами ссоры он говорит давай и между нашими пастухами пусть не будет ссоры из-за нас пастухи ссорятся давай значит ведьмы братья он ему говорит поэтому вот вся земля перед тобой давай разделимся если ты налево пойдешь я пойду направо если ты направо пойдешь я пойду налево он говорит все равно все в руках всевышнего и поэтому давай выбирай где ты хочешь жить и мы разделимся Войса Лот это и нав поднял Лот свои глаза и увидел он что вся долина Иордена она орошается очень хорошо она орошается и там значит есть там с дом и амора и это как рай всевышнего похоже на землю Израиля на землю Египта значит здесь нам сообщается такая вещь что в Израиле в принципе в Израиле вот на сегодняшний день и когда народ Израиля пришел в Израиль Бог это отметил особенно что орошение идет через небо дождь и будет дождь или не будет дождь ты всегда должен смотреть на небо а когда ты смотришь на небо ты всегда должен молиться чтобы Всевышний дал тебе дождь то есть идет деньги орошение все идет с неба все идет то что называется ашгаха протит это божественное проведение такое индивидуальное то есть в Израиле это очень чувствуется поэтому здесь пророчество поэтому здесь вот у кого-то начинаются там какие-то проблемы кому-то у кого-то не начинаются то есть здесь очень быстро срабатывает карма то что мы назовем карма это причина следствия закон причины следствия и вот значит Лот посмотрел и увидел землю которая орошалась рекой как в Египте в Египте был Нил который давал им такую как ощущение стабильности и постоянства поэтому они поклонялись Нилу и первое что сделал Бог когда было 10 казней он значит превратил воду Нила в кровь то есть он показал что то что вы считаете стабильностью и постоянством все равно это то же самое что дождь все в руках Всевышнего ну значит Лот посмотрел вокруг видит речка говорит хочу жить там где речка там где есть вот это ощущение стабильности не хочу зависеть от дождя от воли Всевышнего и вот тут интересно дальше тут такая есть вещь Вайфхар Лолот и выбрал себе Лот всю площадь Кольтикар Айрден там где сейчас Мертвое море раньше это был рай цветущий сад такой Вайсалот Микедем и дальше поехал отодвинулся Лот от Кедема Кадмон это от Бога да от Бога то есть он когда отодвинулся от Авраама он отодвинулся также и от заповеди Всевышнего и разделились они тогда человек от своего брата и это очень интересно что с тем поведешься от того и наберешься и Лот он ну и также человек оттянет его сердце туда где есть близкая к нему энергетика да и вот Лот он он увидел вот этот вот Тикар Ярден там они были с дома Амора вот это все разврат и он думает ну как-то близко мне это и он пошел в ту сторону и чем он ближе к ним приближался тем оно сильнее на него влияло и значит оп все он испортился Авраам Яша Беретснан и Авраам пошел жить в землю Кнан а Лот поселился в городах вот этого Тикара расставил там свои шатры и свидетельствует нам Тора ванше с дом люди с дома раим вы хатаим злые они и грешники ля шем но грешили они против Бога очень очень значит говорит нам устно Тора что они знали про Бога но при этом грешили и Бог сказал Аврааму после того как с ним разделился Лот сана и неха подними свои глаза сказал Бог Аврааму и увидь что от места где ты сейчас находишься на север на юг на запад на восток значит вся эта земля которую ты видишь тебе она будет отдана и твоему потомству навсегда и сделай я твое потомство как афара как прах земли ашер им юхаль и шлем нот это афар значит что человек не может он посчитать и это как он не может посчитать прах земли так же он не сможет посчитать твое потомство интересно что Авраам в то время был бесплодный у него не было детей вообще но мы видим что потомки Авраама это Ишмаэль это все вот эти вот потомки Ишмаэля арабские народы все значит и потомки Авраама это евреи конечно это его прямое потомство которое было от Ицхака и потом у Авраама еще родилось шесть сыновей от Ктура Ктура это есть устное предание мы дойдем потом до этого момента в Торе что это была Агарь которая была мама Ишмаэля но она потом ждала Авраама много лет и Авраам еще раз на ней женился и значит родилось у них шесть детей еще есть что это была другая какая-то Ктура но самое интересное что Авраам вот этих вот шесть детей написано он передал им тайное знание он передал им всю Мадию которую знал все что связано с магическим управлением миром и он им это все передал этим детям и отправил их куда на восток и куда это они пошли пошли они в Индию пошли они в Тибет пошли они вот во все эти страны и вот эти вот брахманы которые носители были здания знания в Индии они как раз брахман это от слова браха благословение да то есть они принесли это знание и я слышал как-то я встречался с одним тибетским ламой таким очень очень такой лама-лама такой настоящий с Тибета приехал странный такой был человек и значит я с ним как-то познакомился этот лама он рассказывал что у них по их преданию вот эти древние тибетские знания которые были еще до буддизма до буддистских там все эти знания что пришли носители этих знаний пришли с запада то есть территории то есть если это ушли сыновья Авраама на восток значит пришли они на восток с запада и значит вот такая вот была история представляете это дети Авраама и тут Бог ему говорит а сколько сейчас этих индусов сколько сейчас этих там китайцев и так далее возможно действительно что их как афар как прах невозможно посчитать как здесь написано благословение значит что не может человек как он не может посчитать прах земли так не может он посчитать твое потомство кум ит алег барец лярба у лярахва лярка у лярахва значит пойди пройдись по земле по стране в ширину и в длину телехаэтнена я тебе дам эту землю ваяхаль Авраам ваявовый шеф баилоны мамре значит и Авраам поселился в месте которое называлось Илоны мамре роща такая была которая в Хевроне вот сейчас мы как раз Авраам похоронен в Хевроне значит он жил в Хевроне и построил он там мисбе Акляшем построил он там жертвенник для Бога и вот мы видим значит тут интересную такую вещь что Авраам Авину про отец Авраам написано в Тории что он прошел 10 испытаний именно с этих испытаний он стал про отцом Авраам то есть у него был заложен потенциал меня всегда это кстати удивляло написано что было 10 поколений в Пертевоте смешно 10 поколений от Адама от первого человека до Ноха и от Ноха 10 поколений до Авраама и все они вот эти вот 20 поколений гневили Бога они гневили Бога все эти 20 поколений пока не пришел Авраам и не получил награду из всех то есть тот потенциал который был в них во всех связи со Всевышним забрал Авраам и дальше следующая Мишна она говорит так что 10 испытаний дал Бог Аврааму то есть меня это очень всегда удивляло то есть с одной стороны он написано забрал награду всех поколений да духовную награду с другой стороны и как эта награда была ему дана в виде испытаний 10 испытаний дал ему Бог и Авраам выстоял во всех них то есть мы видим что реализация потенциала духовного в фактическую результат духовный человека лежит через преодоление испытаний препятствий и это очень такая вот идея которая ну она тяжелая такая да для понимания то есть всем нам хочется жить полегче вот прям реально хочется жить полегче и но не получается не получается то есть и вопрос то те препятствия которые мешают жить полегче как ты их воспринимаешь если ты их воспринимаешь как то от чего надо убегать то тогда тебе эти препятствия доставляют страдания и ты от них убегаешь они тебя догоняют потому что если Всевышний он как бы хочет тебе помочь реализовать твой потенциал так он тебе как бы он тебя везде поймает ты же от Бога не убежишь но но если ты воспринимаешь эти препятствия как их воспринимал Авраам Авину как средство для роста как тренинг психологического духовного и личностного развития если ты эти испытания в сам даже себе создаешь но опять же в испытания встать утром на шахарит испытания испытания значит шаббат соблюдать это испытания это реальные испытания то есть если ты берешь на себя испытания так Всевышний говорит ой этот нормально он работает он как бы не надо ему придумывать какие-то испытания его пробуждающие он сам себе нормальные испытания берет то есть есть когда ты делаешь заповеди то написано что тот кто митсуве в асе его награда больше чем энна митсуве в асе тот кто тот кто кому приказано выполнять заповеди он делает его награда больше чем тот который делает по доброй воле Почему? Тот, кому приказано делать, то у него есть сопротивление, то, что называется ецарара, ему прям не хочется, у него прямо идет сопротивление. А тот, кому не приказано, он не должен делать, но он выбирает делать, так он кому служит? Он себе служит, он служит своему желанию. О, классно, я типа, вот я захотел и сделал. Ну, молодец, значит, все, ты в кафе в полном живешь. Хочешь, делаешь, молодец. Нет здесь служения, понятно? Поэтому нужно все время самостоятельно чуть-чуть приподнимать вот эту планочку служения Всевышнему и заходить не туда, куда ты хочешь, а именно идти туда, где ты не хочешь. И это и называется самое настоящее служение Всевышнему, когда ты не понимаешь, когда тебе сложно, когда ты не хочешь и ты делаешь, как в перте вот написано, липум цара агра. Чем больше страдания, тем больше награда. Все, всем хорошего дня, хорошего прекрасного дня, наполненного, значит, наполненного служением Всевышнему и наполненного, значит, приближением к Всевышнему через Тору, молитву, заповеди, помощь ближнему, добрые дела и преодоление своего вот этого злого начала. Те, кому интересно, я хотел очень сегодня сказать про выборы, сейчас иду голосовать. И хочу просто поделиться ходом своей мысли, потому что ни с тем не делился, но вот все равно же иду голосовать. Вот я иду сейчас голосовать за партию Диммл. Диммл – это религиозная партия, которая именно Диммл, Диммл сам ортодоксально-религиозный. И меня могут спросить, а зачем, все равно же они там максимум наберут 5-6 мандатов, а есть вот там большие партии, большие какие-то эти. Так я хочу так сказать, что вот все время выбор, он, ты не знаешь, как будет глобально. Глобально, то есть мы глобально не можем влиять на процессы. То есть мы простые люди, глобально может влиять на процессы, там президент США, президент какой-то России, Зеленский очень влияет на… То есть есть люди, которые глобально, Илон Маск очень сильно влияет на мир. А мы с вами влияем каждый по чуть-чуть на мир, да? Но мы влияем на тысячу процентов на себя. То есть вот на меня больше всего влияю я. Не Зеленский, не Натаньяго, не Байден, я. Теперь и в личном нашем взаимоотношении со Всевышним мы все должны сделать выбор, да? Вот мы даже не должны сделать выбор, мы все время его делаем. Как ты правильно поступишь в каждой ситуации. И здесь я просто выражаю то, что я люблю Тору. И считаю, что мудрецы Торы, которые знают Тору, они лучше знают, что делать. И поэтому мой выбор – это я выбираю Тору. А уже… И для меня это важно. То есть я знаю, что на небе сейчас Всевышний смотрит и ждет, что же выберет Ицхак, да? Все, я выбираю Тору. Для меня Тора – это партия мудрецов Торы, это Диммл. Значит, я выбираю Диммл. Это все, кто просто поделился сами своими мыслями. Все, всем удачи и успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. И чтобы каждый раз, когда вы выбираете Всевышнего, идя против своего желания. И здесь есть вот этот, помните, мешной эту впертья, вот, что тот, кто делает его волю с такой же радостью, как ты делаешь свою волю, волю того Всевышний сделает как свою. Понятно, да, идея? То есть я не хочу что-то делать, заповедь какую-то и так далее. Но я делаю, потому что Всевышний приказал. Потом я прошу Всевышнего в молитве что-то сделать. И точно мера за меру Всевышний помогает. Поэтому я всем вам желаю, чтобы вы, чтобы мы все выполняли волю Всевышнего. Все, хорошего дня. Удачи, успехов. И радости. Много радости. Счастливо. Будет. Удачи. Счастливо. Продолжение следует...